До конца июля при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Подмосковье проводят социальный раунд «Трезвый водитель». Его реализуют в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Госавтоинспекторы выявляют водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. О результатах рейда, который провели в Люберцах, расскажет Богдан Колесников. Валерий Викторович, у нас проходит очередной профилактическое мероприятие «Недрежное состояние». Напоминаем вам о том, что алкогольность, скажите, реальность недопустимая езда в нетрезвом виде. Госавтоинспекторы раздают памятки и с каждым водителем проводят профилактические беседы. Подобные акции автовладельцы поддерживают. Безопасность на дороге – это самое главное. Много случаев, когда, да, вот, в новостях показывают, много очень сбивают людей, и как бы, ну, страшно, по самом деле. В ходе акции «Трезвый водитель» инспекторы проверили более 200 автомобилистов. На Октябрьском проспекте, где проезжает наибольшее количество машин, рейд провели рано утром в понедельник. При выявлении нарушителя составляется административный протокол по саде 12.8, за который предусмотрен кодекс административного права нарушения. Штраф размер 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. При повторном нарушении сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – три года. По словам инспекторов ГИБДД, рейды дают положительные результаты. На Октябрьском проспекте не выявили ни одного нарушителя. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.